здравствуйте друзья мальчики и девочки господа и дамы с вами из-за забора в период отмены режима самоизоляции дядя юра ребятушки я не привязан к числам и датам ну так вот сложилось я не отмечаю дни рождения остальные праздники но народ отмечает и вы все большинство в большинстве случаев нормальные люди и вы отмечаете какие-то памятные даты там веки праздники я иду на поводу у вас и сейчас будет ролик про то что происходило три года назад я с этим коронавирусом и с остальными заморочками забыл что дюшки исполнилось три года 15 мая по моему вот а приехал он сюда где-то 20 в конце июня поэтому я предлагаю посмотреть эту историю которая произошла три года назад и сравнить с нынешним ну начнем с нынешнего и потом плавно перетечем в историю трехгодичной трехлетней давности давайте посмотрим действующие лица те же за исключением ротвейлера пузки который умер больше полгода назад вот но он будет в этом ролике это он будет воспоминаниях хороший ротвейлер был унылый взгляд у зверюшек и у меня за кадром такой же взгляд связан с погодой ну вернее с не погодой в этом году она не перестает нас удивлять вот нас залило по полной программе и получается день холодный день духотище и поэтому нам некомфортно но разговор пойдет не о том как нам комфортно или некомфортно а все же мы приближаемся к началу воспоминаний и что там будет а воспоминание будет о первых трех или четырех днях ротвейлера дюши он тогда еще был драйвом и полное его имя вообще-то русар пахани кар драйв это в малаховке мы покупали в питомнике у лена халевина и рома рафилова это подмосковье мы заехали туда и там уже выбрали щенка и что там будет было дальше смотреть внизу под роликом в описании есть ссылки на мои странички в соцсетях куда я выкладываю тоже всякие материалы и то что не вошло в youtube вот разные воспоминания разные интересные плюшки заходить приехали из самары представляете итак лет чем чем кормить мы кормим собак и щенков весь основной играющий что называется состав они у нас питаются раэлка не то есть то есть как бы используем раэлка не довольны результатом и очень важно чтобы щенок тоже то есть правильное кормление это кормление кормом хорошо сбалансировано фактически корм и вода это вот самая правильная шуня а а а Продолжение следует... 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 вы идете или нет ребят вот так не давай не давай интересно дик-то видит дик-то видит ну ладно ребят идите тогда девушек дюша иди сюда есть он не пахнет на кобелем поэтому по идее они не должны его бежать сейчас темно наверно не не думаю что получится дюша дюш вот отпускает отпускает рух пускаю Месяца два, да? Ага. Хорош. Пуся. Ну да, а чего он испугался-то? Уйди. А там что, копель? Выпускаете? Пуся, выходи. А, выпускать Пуся? Угу. А там что, копель? Можно погладить? Ну, он просто не до этого. Ребенок, главное, не боится? Нет. Хорошо. Вы на канал подписаны? Нет, погляд. Забейте в ютюбера Твилер Пуся. Нет, ну мы знаем, что за ваша собака волшебная. Да. Ну три миллион просмотров, это круто. Ха-ха-ха-ха. Ха-ха-ха-ха. Интересно как. Девушка. Конечно, конечно. Все, наверное, заканчивается ролик с воспоминаниями. Если кому понравилось, подписывайтесь, топите нас в лайках, жмите на колокольчик. Вам будет счастье, нам будет мотивация. За всем прощаюсь. Дядя Юра, Ларочка, Шуня и Дюша. Удачи, ребята. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok